Один такой коптер сокращает время поиска в разы и способен заменить собой целую группу людей. За штурвалом беспилотника Роман Рудометкин. Он поисковик со стажем. В ряды добровольцев отряда «Лиза Алерт» он вступил 7 лет назад. К такому решению его подтолкнул один случай. Мужчина увидел по телевизору ролик. В Московской области пропала девочка Лиза Фомкина. Около 500 добровольцев искали ребенка 10 дней и обнаружили погибшей. К слову, именно в честь этой девочки отряд и получил свое название. «Лиза Алерт». У меня в то время старший ребенок был как раз возраст Лизы, 5 лет, и младшему ребенку 2 года. Меня история очень сильно зацепила. Я стал искать более подробную информацию об отряде и увидел, что в субботу, в ближайшую, был у них день открытых дверей. В одном из торговых центров Самары я туда приехал, посмотрел, послушал. Меня это очень все дело зацепило. И в тот же день я взял свою первую автономную задачу поисковую. Подобные дни открытых дверей помогают отряду пополнять ряды добровольцев. Ведь в поиске, когда счет идет на часы, важно подключить как можно больше человеческих ресурсов. По словам опытных спасателей, вероятность найти пропавшего в первые сутки равна 86%. И с каждым последующим днем она снижается в разы. У нас сейчас идет набор волонтеров в проект «Будь с нами 2023». Этот проект два года назад выиграл конкурс лучших региональных практик в поддержке добровольчества «Регион добрых дел». Это курс обучения, в который входит 8 теоретических лекций, практика. И завершается этот курс большими масштабными учебно-тренировочными скорами с выездом, с двухсуточным выездом, с палатками. В день открытых дверей все желающие могли узнать о работе поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» и Центра поиска пропавших людей Самарской области, в открытии которого в 2018 году принимал участие губернатор Дмитрий Азаров. Отряд «Лиза-Алерт» – это именно добровольцы, которые занимаются поиском без вести пропавших. Это огромное количество технологий, которые помогают искать людей. А Центр поиска пропавших людей, по сути, по своей – это ресурсный центр для поискового добровольчества. Также у нас есть помещение сейчас в Сергиевском районе, в Новокуйбышевске. Это такие места силы, грубо говоря, где хранится оборудование, где добровольцы могут собраться, провести какое-то обучающее мероприятие. Поисково-спасательный отряд работает по нескольким направлениям. Это группа быстрого реагирования, информационного поиска, это кинологи, связисты. Отдельные волонтеры также занимаются профилактикой. В основном это работа с несовершеннолетними и пожилыми людьми. Для этой группы риска отрядом совместно с торговой сетью был разработан важный проект – браслет-амулет. В браслете встроен NFC-модуль, с которого, с любого телефона, где есть NFC-модуль, можно сочетать информацию с него. На нем содержится информация о фамилии и имущества владельца браслета, контактные данные родственника и какие-то заболевания. Интересная информация. У меня сестра терялась в лесу, даже ночевала в лесу, потому что заблудилась. По телевизору все время слышу, что надо одевать яркую одежду, идет в лес, как бы запасаться чем-то, чтобы вода была там. Или хотя бы какой-то компас брать, чтобы не затеряться. И чтобы батарейка была не разряжена. Помимо поисково-спасательных операций, добровольцы отряда ведут работу по поддержке военнослужащих СВО. Участвуют в отправке гуманитарных грузов, делают оковные свечи и сухой душ. Алия Сыдбаталова, Константин Макаревич, Новости губернии.